Многие считают, что с числом семь связано нечто необыкновенное. И в самом деле семерка является наиболее распространенной цифрой в фольклоре. Семеро одного не ждут, семеро по лавкам, семь пятниц на неделе, семь раз отмерь и т.д. А еще Рим и Москва построены на семи холмах, и даже Будда сидел под смоковницей, на которой покачивались семь плодов. Почему же эта цифра стала в буквальном смысле мистической? Попытаемся найти ответ. Число семь напрямую соотносится с основными положениями всех основных религий. Например, в Ветхом Завете семь дней творения. У христиан семь добродетелей, семь смертных грехов. В исламе семь райских врат и семь небес. А во время паломничества в Мекку молящиеся совершают семь кругов вокруг камня Кааба. Это число признавалось священным еще в глубокой древности, причем разными не связанными между собой народами. У египтян было семь изначальных высших богов. Сама цифра семь являлась символом вечной жизни и принадлежала Осирису. У финикийцев семь кабиров, национальных богов. У персов семь священных коней Митры, бога солнца. У парсов, последователей зороастризма, семь ангелов, противостоящих семи демонам, а также семь небесных обителей, соответствовавших семи нижним сферам. Египетская доктрина переселения душ говорила о существовании семи состояний очищения и последовательного усовершенствования. В античное подземное царство мертвых можно было попасть, преодолев семь охраняемых ворот. Иерархия священников многих восточных народов подразделялась на семь степеней. В храмах почти всех стран к алтарям ведут семь ступеней. Всевышний синклит павелонян состоял из семи богов. В Индии семь стадий воплощенной души аллегорически изображаются в семи ярусах классической пагоды, которые постепенно уменьшаются к вершине. Понятно, что между всеми этими обычаями и явлениями должно быть нечто общее. То, что могло видеть или прочувствовать все народы, не зависело от условий и места их проживания. А общим у них могло быть столько неба над головой, и на нем семь самых ярких светил – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер. Люди древности почти целиком зависели от стихий, которая определяла будущий урожай. Благодатные дожди воспринимались как счастье, упавшее с небес, а долгая засуха – как кара за совершенные проступки. Самые большие и яркие светила выглядели наиважнейшими из божественных сил. С течением времени о них стали говорить как о семи богах. В дальнейшем значение божественного числа распространилось и в быту. В древнееврейских трактатах рассказывается о заповедях, выполнение которых способствовало годичному отдыху почвы от земледельческих работ. Каждый седьмой год поля не обрабатывались, а поскольку нового урожая не было, то в этот год запрещалось требовать долги. В древней Греции воинам, покрывшим себя позором, полагалось семь дней не показываться на глаза людей. Там же, согласно мифам, была изобретена лира с семью струнами, первоначально принадлежавшей Аполлону, который родился в седьмой день месяца. Научные наблюдения позволили установить, что светило, видимые невооруженным глазом, уже перечисленные Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер, всегда находятся на одинаковом удалении друг от друга и вращаются по одной и той же орбите. Таким образом, семь стал восприниматься как число гармонии и совершенства. Ученые разных стран вычислили, что Солнце больше Земли в 49, то есть в 7 раз по 7, и отмечали, что в природе 7 основных металлов золото, серебро, железо, ртуть, олово, медь и свинец. Существовали 7 знаменитых сокровищниц и 7 богатых золотом городов. Удивительнее всего были открытия, связанные с человеческим организмом. Судите сами, продолжительность беременности у женщин составляет 280 дней, 40 раз по 7. На седьмом месяце у большинства младенцев режутся первые зубы. Примерно в 21 год, три раза по 7, человек перестает расти. Что еще удивительнее, период высиживания птенцов или беременности в животном мире часто также кратен 7. Мыши плодятся примерно через 21, три раза по 7 день. Зайцы и крысы через 28, а период инкубации у куры длится 21 день. Ученые древности считали, что тело человека обновляется каждые 7 лет, а все болезни развиваются в соответствии с 7-дневным циклом. Особое внимание, которое уделялось цифре 7 с древних времен, в первую очередь связано с самым ярким из ночных светил – Луной. Как известно, лунный цикл состоит из четырех фаз, каждый из которых длится 7 дней. Уже древние шумеры в соответствии с фазами Луны составили календарь, где каждый месяц состоял из четырех недель по 7 дней. В Вавилоне каждый седьмой день, обозначавший завершение этапа лунного цикла, посвящался богу Луны Сину. Этот день считался опасным и во избежание возможных несчастья предназначался только для отдыха. В работах Птолемея Клавдия, греческий астроном, живший во II веке Новой Эры, указано, что Луна, как ближайшее небесное тело, влияет на все. Морские приливы, отливы, повышение или понижение уровня воды в реках, рост и поведение людей и растений. Каждое новолуние приводит к обновлению природы и приливу сил у людей. Таким образом, число 7 воспринималось как главное в правлении такими циклами и ритмами, как рождение, развитие, старение и смерть. Значение лунного цикла уже в наши дни было подтверждено исследованием некоторых окаменевших видов водорослей, обитавших на Земле сотни миллионов лет назад, еще до появления высших форм жизни. Оказалось, что в основе их существования был семидневный ритм. Правда, привести любую классификацию к семерке или кратному ей числу нашим предкам, как и их последователям, удавалось далеко не всегда. Например, великих творений сочетства было явно больше, и в связи с этим разные философы включали в перечень классических семи чудес света разные объекты. Иногда из списка пропадал колосс Родосский, иногда Александрийский маяк или Колизей. При изучении законов стихосложения выяснилось, что даже самый длинный стихотворный размер, гегзаметр, насчитывает всего шесть ударных слогов, и все попытки ввести еще одно ударение приводят к развалу поэтической строки. Седьмое ударение также является критическим для музыкальной фразы. Она перестает восприниматься как приятная на слух. Уже много позже Ньютона, которому принадлежит открытие светового спектра, обвиняли в его чрезмерном увлечении. Оказалось, что человеческому глазу просто не под силу увидеть синие и оранжевые цвета в их чистом виде. Но ученый находился под магическим воздействием числа 7 и потому ввел эти два дополнительных цвета. Современные исследования показывают, что число 7 способно создавать загадки и век компьютерного прогресса. Ученые из Института нелинейной науки в Калифорнии пришли к выводу, что семерка – это некий эквивалент максимального объема оперативной памяти мозга. Об этом говорит простейший тест – попросить человека составить список из десяти слов и потом восстановить его в памяти. В подавляющем большинстве случаев он вспомнит не более семи из них. Примерно то же самое происходит, если перед испытуемым высыпать несколько камешков и попросить с первого взгляда определить их количество. Пока камешков будет пять или даже шесть, ошибок почти не бывает. Но с появлением седьмого их количество увеличивается. При еще большем количестве камешков ошибки становятся неизбежными. Оперативная память мозга заполнена и новой информацией просто вытесняет старую. Польский исследователь Александр Матейко, изучавший условия творческого труда, пришел к выводу, что оптимальная численность дискуссионной группы в научном коллективе – семь человек. Знаменитый кубанский хлебороб Владимир Первицкий, который в шестидесятые годы прошлого века регулярно добивался тройного урожая, в числе секретов своего успеха назвал количество членов звена – семь. Социологи отмечают, что за столом могут общаться друг с другом не более семи человек. При увеличении их количества коллектив распадается на группы по интересам. А теперь понимаете, почему в фильмах «Великолепная семерка», «Семеро смелых» или «Семь самураев» число героев ограничено счастливой цифрой? Ведь за таким количеством еще можно уследить, запомнить их имена и характеры. А если бы героев стало больше, кто-то из них попросту выпал бы из памяти зрителя. Создатели фильмов вряд ли читали научные трактаты на эту тему, но интуитивно чувствовали ситуацию и верили в магические свойства цифры гармонии и совершенства. Субтитры делал DimaTorzok